всем привет суббота у нас наконец-то наступила стоим на автохофе ждем вечера хочу вам сейчас с одним очень интересным человеком познакомиться кому пламенный привет в старом череке передавал пашка всем привет подписчикам нас очень много здравствуйте все дорогие это паша он наш коллега водитель и вот он служил где ты служил в кабардино-балкарии там же в старом череке да ну там рядом там рядом между зародежом и нижней женталой военно-воздушной силы сэр краснознаменный северокавказский вокруг вот этому человеку я обещал что каждый раз проезжая через старый человек я буду передавать ему привет пока обещание держу вот и сегодня я тоже самое сдержал обещание свое да удалось нам с николай чем встретиться я говорю каждый раз как только ты будешь передавать от меня привет я потом подарки покажу там полная машина но это я потом пашу задерживать не буду он когда уедет я уже покажу чего тут притаранил рад был сегодня встретиться да николай пользуясь возможностью всех будут смотреть наверно нас с северного кавказа вот хочу как и раньше сказать салам алейкум мир вашему дому пусть ваши столы всегда будут полными пусть ваши дети будут счастливыми пусть ваши родители будут здоровыми дай бог всем здоровья счастья любви и конечно же большой большой привет ну всем всем кавказу этим горам которые живут в сердце наверно до конца по-моему их забыть невозможно это факт кабардино-балкария прекрасно страна и с этим у меня связано очень много у меня была там очень сильная авария 22 апреля 86 года как раз на день рождения дедушки ленина у меня в нальчике оборвала машину с сцепки прямо напротив магазина автомото запчасти ничёси кто значка то должен знать этот старый магазин вот из-за меня одному дедушке отрезали ногу чуть лишь колено но он не дал меня посадить сожалению они обои умерли дядя петя баба нина вот если мы может кто-то из них из их детей или внуков будет смотреть хочу сказать что я помню об этих добрых людях и молюсь дай бог им здоровье счастье ну чушь сказать николайся да я на камеру никогда не работаю ничего мы встретились в хомбер коме я отсюда живу 25 километров ну да приехал ко мне там горф вот живу я в германии сейчас получаться нас еще будет 30 лет паша пару слов вот ты же водителем тут работаешь германии как она я прекрасно хорошую русскую пословицу дополню хорошо везде где нас поэтому если кто-то думает что здесь намазано медом он жестко ошибается я понимаю то есть какая-то стабильность вот эта стабильность она во многом и подкупает многих людей смотрим с каким-то с какой-то стабильность в завтрашний день но чтобы эту стабильность иметь здесь надо очень-очень много работать за просто так здесь никто деньги евро с неба евро с неба не с не сыпется и на деревьях не растут я не хочу далеко в политику заходить сейчас нашу здесь германии транспорту скажем организации как наш дальнобычка добивает наши братья из-за границы так что и так все это просто как это есть ну живем есть на хлеб с маслом лишь без здоровья остальное прыгнуть пройдемся все будет хорошо вот моя фирма николаевич надо я потом покажу что мне тут подогнал курточка у меня будет так что все будет нормально я надеюсь николай что мы с тобой здесь не первый раз не первый раз но надеюсь и не далеко не последний не в последний раз естественно я потом тебе дал адрес уже есть стоянка отсюда 20 метров туда легко подъехать со всех сторон вот если ты следующий раз ты будешь ехать обязательно туда заедешь и мы я тебе обещаем и съездим в марбург там где учился заманулся в нашем там погуляем походим я тебе покажу сегодня уже к сожалению мы сегодня да у нас как-то все быстро так спартанно получилось ну по крайней мере все получилось вот кто будет мало ярославца смотреть тоже всем привет большой у меня там мама живет с сестренки брат так что всем поклон низкий пользуюсь этой возможности николаевич да кстати твоей семье тоже жене терпения дочь как не случится зарадуете спасибо ладно брат будем пашу отпускать не будем его задерживать а то что тут притаранил я вам покажу с ума сошел в хорошем смысле этого слова ладно пашка все давай счастлива рад был встречи увидимся конечно у меня до этого был так называемый чип паркетник от заправки до заправки как раз хватало 13 14 и все давай по счастлива удачки тоже пока давай по счастлива все погнал пашка заезжал ко мне 2 часа бесплатно на автохофе на этом прямо ко мне заехал сейчас выпустят его часик постояли, сходили кофе попили ну-ка все ну что, красиво напили теперь ну что, начнем, пожалуй да во-первых, вот два шницеля картофель фриз с салатами с ума сошел короче, я на три дня ближайших обеспечен плюс сегодня еще мы пойдем кушать нам же дают тут 10 евро за автохоф но это я потом расскажу курточку теплую притаранил своей конторой огонь ой, Паша, делать тебе нечего он когда-то на Россию ездил говорит мне баллон не надо короче, новый практически новый баллон он еще даже с газом горелка ремень набор отверток молоток ВД-шка ботинки рабочие новые удобно чем, что они на липучках короче, Паша, спасибо большое делать тебе нечего зря это все но я знаю от тебя я знаю, что это от души всех благ тебе, дорогой сейчас мы это все распакуем, запакуем разложим полетник открыл приготовил пойдем один шницель съедим вспомним Пашку добрым словом хорошего человека удачи тебе, Паша наш вечер настал без 5 и 8 начинаем наш мусорками не поехать субботний крайний забег в 281 километр или проложить готовьтесь к правому повороту через 410 метров по идее должны пробежать без проблем это шелловский автахов прямо перед границей с Францией перед Страсбургом если все нормально то завтра днем сделаем небольшой забег в Страсбург пробежимся по улицам города все, оплатил тут двадцатку таковой карточкой правда можно без проблем что там ванна не выпускают не выпущают его 10 евро можно в ресторан ну из этих десяти короче ну он там лежит взял я с собой потому что от того что мне принес Паша я одну порцию сегодня чуть втоптал в себя целый день ее все не ел за два захода я за раз все унесил им шницель как мой руль что-то он там пихает пихает тикет и у него ничего не получается она выплевывает заднюю дает выезжает вот ну правда вот это что я там взял какой-то герас мясо это мясо фритки и салат тему чуть-чуть назад сдадим мясо мясо фритки и салат 15 мне обошлось может и нас сейчас не выпустит сейчас посмотрим через 100 метров поверните направо затем используйте дорогу направо зимой тикет и нас выпустил видишь видите без проблем езжайте Алексей Николаевич вот пятерочку доплатил еще сверху короче у меня сегодня на ужин есть я не знаю буду ли я сегодня ужинать мне до сих пор есть не хочу я чуть втоптал эту паша спасибо тебе огромное может это будет на завтрак ай не такой уж он и стоп здесь как раз две минуты остается и мы выскакиваем на автобан уже по закону вот так что завтра нам тоже будет чем впитаться франкфурт направо все прибор работает немецкий уход за на франкфурт на майне ну и все сейчас его пересекаем по пятерке спускаемся туда закал карлсруя и заныриваем Страсбург ну там съезжаем в сторону Страсбурга в районе Баден-Бадена погнали наши городских на городу Париж еще одна минута ай-яй-яй и здесь все разобрано просто ужас вот севером на юг вот одна стройка с ремонта в ремонт с ремонта в ремонт хорошо ночью вчера ехал нигде не толкался ну вот с одного выезжаешь 20-30 километров проезжаешь опять ремонт только тот заканчивается опять 20-30 следующий ремонт и так один за одним и не знаю все тоник одна большая стройка сплошная я представляю какие тут пробки днем собираются какие штал с ума сойти нет ремонт автобанов конечно это хорошо ремонт дорог да ну блин ну чтобы так глобально раньше такого не было сейчас что-то вообще решили все дороги переделать по Германии сломался бывает как красиво франкфурт на майне смотрится эх сейчас кустиками спрячется вот блин сейчас может выедем автобан пустой пустой для этих мест вот меня только первый грузовик догнал грузовиков вообще практически нет суббота вечер тут на 4 часа хочет паузу прерывать все в основном там 145 крутит немцы дома все а мы да вот к франкфурту на майне подбираемся самому ночью красиво тут все светится так эти все здания смотрите какая прелесть красиво город смотрится небоскреба было Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, конечно, там огромная штука Терминал здоровейнейший Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Просто огромнейшим. Отсюда нам 199 километров. За три часа надо пройти. Успеем. Я думаю успеем. Вот они. И под Франкфуртом по пятерке. Эти. Провода. Для электрогрузовиков. Вот которые мы в районе Любика видели. И вот в районе Франкфурта. Пожалуйста. Еще бы этот сам электрогрузовик был видеть. В общем то здесь что у нас. Высота 4 метра. На 4 метра мы можем ехать. Круто. Еще бы вот этот сам грузовик увидеть. Вообще было бы классно. Ну они тут видно вот. По одному маршруту возят туда-сюда. Чего-то. Экология. Ну сейчас-то понятно мы их не увидим. Но было вообще прикольно посмотреть. Ему едешь так. Мне кажется так низко. Надо мной. Я не знаю. Вон грузовик идет во втором ряду. Но здесь-то чего бояться-то. Не так вот глянешь потом наверх. Высоко они. Да. Вот такое вот нововведение. Интересное. Вот в двух местах Германии уже видел. Вот здесь и вот в Любике. Ну в районе Любико. Через 300 метров плавно поверните направо. Ви 36. Затем через 220 метров поверните направо. Вот мы благополучно добрались. Разворачивает сейчас. До этого нашего города. Кель, Кель. Как он тут правильно? Сейчас главное, чтобы на автоофе... Не дают слово сказать. Чтобы на автоофе было место. Время 20 минут 12. И сейчас нам главное, чтобы здесь было место. Время 14. Продолжение следует... Время 23. Вот он этот город. Приграничный. Выходите на дорогу с другого движения. А затем съедьте. Используй 4-й. Через 100 метров поверните налево. На дороге с круговым движением съедьте. Используйте 3-й съезд. затем на следующем повороте поверните направо изменить что было место знаю я на стать достанем как-нибудь достанем вот слева еще можно кажется становиться к тоже тут вроде бы их нет территория с левой стороны тоже лист уже места есть сейчас попробую здесь справа приткнуться паркин 12 евро 24 часа 12 евро 12 часов что-ли а изменение машинку и можно вот вдоль дороги стать можно сзади прицепов прижаться как нибудь что нибудь сейчас мы придумаем я надеюсь а здесь мы не станем здесь только проезд здесь только проезд остался и там только проезд на лучше что сейчас слева поеду туда вот там-то парковка свободная изменение машинку 12 евро 12 часов паркинг тут стоит можно вот в принципе и люди вон далеком хозят это вот французов бы здесь не было нужно было бы сюда вдоль дороги прижаться изменение машинку которые здесь на кабриолицкий стоят налево и 28 ну что они сейчас съедут всем французов чаще нибудь придумаем друзья все тогда на этом как вот и а и и и и и и и Продолжение следует...